Сотрудники Самарского реабилитационного центра для инвалидов необходимости прививки от коронавируса не сомневаются. В прошлом году они потеряли 44-летнюю коллегу. Делятся. Женщина сгорела за несколько дней. Чтобы избежать новой трагедии, все 50 сотрудников центра намерены сделать прививки. 26 из них уже прошли вакцинацию. Чтобы в первую очередь не заразить своих получателей социальных услуг. То есть выработать свой коллективный иммунитет. Чтобы самим не заразить, чтобы не заразить тех людей, которые нас окружают. В первую очередь прививают тех, кто находится в группе риска. Медицинских работников, педагогов, людей с хроническими заболеваниями. Но сделать прививку может любой желающий. Единственное, что нам нужно, это чтобы человек, который пришел на вакцинацию, на момент вакцинации был здоров. Чтобы он был жителем Самарской области. Чтобы у него при себе был паспорт и полис желательно. Для того, чтобы корректно внести данные в единоинформационную систему. Потому что как только человек отвакцинировался, ему на портале госуслуг приходят уведомления о том, что он вакцинировался. Ему предлагается заполнить дневник самонаблюдения. Ему напоминают, когда у него вторая часть вакцинации. И по окончании всего этого процесса там же приходит электронный сертификат о том, что человек вакцинирован. В среднем в день здесь вакцинируют от 100 до 120 человек. Для этих целей отведены два кабинета, которые работают ежедневно, без выходных, с 8 утра до 8 вечера. Александр Полбин работает в центре. Говорит, за год здесь пролечивают около 1200 человек со всего региона. Чтобы не стать угрозой для их здоровья, решил сделать прививку. Сегодня ему предстоит второй этап вакцинации. Говорит, после первой прививки были небольшой озноб и головная боль. Но быстро прошли. Потому что я понимаю смысл целесообразности вакцинации. И потому что среди моих врачей знакомых нет ни одного противника. Это важно, потому что нужно защитить себя и по большому счету принять участие в создании коллективного иммунитета. Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, либо через сайт госуслуг. Там создан специальный раздел «Лист ожидания». Вакцины из новых поставок распределяются по медучреждениям быстро и расходуются тоже быстро. И если окажется, что вакцины закончились, специалисты позвонят, как только они появятся, и пригласят на процедуру. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События.